Нет. Построен был на бедном специального родения императора Александра II, батья названия «Спас в крови». Здесь привелось бы царя и людей, которые были в официальном названии правоскоседей. Александр II был царем-реформатором. Он прямо в Лунинске приходит на место, в Лунинске и Лунинске набор. То есть Лунинске набор имел всеобщую этикуповинность, судебную, присяжность в России, реформу образования, и в Лунинске главного снижения главвина крепостного права, неизвестно, не упугаясь в 1875 году. Изварианность, что это недопустимые родственные родственники сказки в Лунинске с ихом лет назад продумывались. Появилось, что это было в группировок. Одной из них стала народная воля, она образовалась в 1875 году. Народовыцы считали, что террор – это единственный способ недефективной водительства на власти, что убийство царя могло избегать правительства, испокликнуть народную массу на восстание, которое приводит к повышению уже в Лунинске на Руси. Им было приобретение несколько неудачных по повышению Александра Второго, но они не оставляли. 1 марта 1881 года Александр возвращался со своего родственника в Лунинске, а это повернуло на набережную интересную программу. Различал первую среду, сбросил народовой церкви, и в сайте ющенко Каретты. С ним уже разрушил рану правду, неподавшие мальчика в чале Горгии. Специально шумы Заржировали. В динозе, поскорее пустые убирающие люди, когда возвращался Каретты, подъявил второй центр. Это правда, у него был паркарист, и послушные смерти на саряге. Еще раз не забывали. Продолжение следует... 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 Ну и, соответственно, все это входит в единый архитектурный ансамбль «Спас Макрай». Поскольку это не просто Центр, а Центр и Мемориал, было особым образом отмечено место трагедии, которое у нас честное. Почему мы шатруруем сильно отмечены? Потому что я не предстоит его патроны, а царь, он, соответственно, помадник. Ну и, покровитель, вещество, нахуй, это как-то на место для царя обозначенной зрели. Само место трагедии, оно ниже на несколько ступеней уровня полки. Лужник выложен на той же высоте, на которой мы ходили с надежды, когда хранили. Сохранилась часть Чудонограда, на который родник переобирался. Из Рудонита розового облица Чудонограда четыре яшевых столба держит шатур. Столбы высотой 3 метра, серо-фиолет, волтофика и вверх. Пространство между столбами заполнено подзорами Муховика. Среди столбами подзорами Муховика сам шатур Временевска, Яшев, Кроши, Кита Меглотонита, Аминчалов, Гресик, 112-х фазы. Мы раз подошли в ресторанах Муховика. Они увидели только два звена розовых люстрад и четыре одиноких колонны. Шатур сделан из-за креста, и Платония подкрутил фольгу. Будет продолжаться, не знаю точно когда, но он будет продолжаться реставрацией. Ну и входим мы в храм, видим, что мы будем делать. Усенье, управляющиеся в реставрации. И, оказывается, полный шатур. Пилоны, опорные столбы, которые держатся с рода и главные купол. Сделались помещения на три проема. Три, например, два колонны центральных, которые находятся. В высотах по купленной части всего четыре метра. Полосось, алтай, иконостас уже итальянского мрамора выполнены. Чудевшая саптофонная мозаика Христос Вашвана по оригиналу служнику Карламова набранная. Ну и большой роль, конечно, играет камень. Пол вымощен итальянскими видами мрамора. По рисунку Карланга мозаика пола набрана. А стены на два с половиной метра из серпетиньки итальянского. Пилоны из черно-украинского лабрадорита. Лабрадорит – это камень, который обладает свой стемаризацией. При попадании света вспыхает голубоватый миск. Выше каменные облицовки мозаики. Парламент хотел сначала, чтобы мозаики были снаружи, но потом учел печальный опыт в десательском соборе, где жилкость стала портящей до того, как собор застроено. И решено было выполнять мозаики также для украшения внутреннего образа. Мозаики предъявляли требования. Она должна была быть набрана за относительно короткий срок, устойчиво к погодным условиям и должна была быть относительно недорогой. Всем этим условием соответствовала мастерская Фролова, открытая в 1890 году. Впервые в России они применили обратный венецианский способ. В чем же выключается набор обратных слов? Художник писал оригинал будущего. Его переводили на фальпе, в том числе у них холосты. Затем холсты, если можно это масштабное, развязали на части 5 м на 1,5 м. И лицевой стороной приклеивали к этим частям кусочки смальты. Смальты – это пластиклассно-теаллическая красительница. Приклеиваем кусочки смальты правильно выбираем цвета, соответственно же описано на регионалке. В тыльную сторону затем открывали металлические решетки, заливали цементом. Мозаику переворачивали, счищали кальций. И в этой части приклеили металлическими штырями. Пространство между мозаиками заполняли смальтой. То есть прямым способом добирали, чтобы их не было видно, опять-таки подбирая правильные цвета. Мозаики не шлифовали, не полировали. Для того, чтобы неровных рисков обеспечивали неравномерное отражение солнечных ключей и дополнительные красотики. В ходу жизни мы как-то написали. Оригиналы тоже предъявлялись требования. Оригинал должен был быть требовать предельным расчетом. Лаконичный факт. Должен был иметь учет. Учет в результате. Писали планирую стрибуки. Для девушек с тем, которые есть были первые предупреждения. Это красота, гармония, уравноверенность, симметрия. Фигуры писали идеальные. Идеальные фишки, публечные, цвета лаконичные. Для академистов характерна была некая театральная сельская композиция. Также русский византийский стиле живописи. И, по-моему, другие фишки. И антинические настроения. Самая большая мозаика находится у нас в плашоне главного пласта. Что называется Христосом Павказом. Сейчас, конечно, я до 20 метров. По региону Душу Парламова. 42 картона Парламова. Изображен в плашоне. Изображен в плашоне. В плашоне в благословящем чести поднятые руки. И евангелие. С надписью Евангелия. Самую большую природу. Которая свидетельствует величественность, мументальность. Удлиненный лиг. Тонкий кофе. Огромные глаза. Серьезно. Византийская традиция живописи. Еще один художник Рябушкин. У него 17 картонов. Он работал в стиле Паджинизм. И делал картоны для мозаик северной стены. И здесь деяния Иисуса Христа. В центре второго яруса хождения по водам. Известный библейский сюжет. Христос отправил учеников на другой береге. Или из-за озера. Сам остался, говорится, народ с молитвами. Под носа шторм лодку пилы волнами. Хотя в какое-то время Иисус пошел к воде к центру. Они испугались, думая, что это призрак. Иисус сказал ему, здесь это я. На что апостол Петр ответил. Если это Ты, Господи, позволит дойти до Тебя по воде. Иди, сказал Христос. Петр пошел к нему в воде. Но в конце испугался столкнуться. Иисус спас его родные мужчины. Сказав при этом маловерный. Как раз спасение Петра изображено на этой мозаике. Академический стиль. Здесь он выворачивается на девятом плане. Как на столь. Чистые локальные цвета. Опять-таки одежда Иисуса Христа. Это гирюзовый хитон и малиновый дематик. Слева исцеление Сухорухова тоже по оригиналу. Рябушка, но справа. Исцеление весноватого утроха. То, что здесь у меня неисус изображено. Это не просто так. Дело в том, что снаружи на красных досках с золотыми буквами написаны все преобразования, дела и жизненные этапы Александра II. То есть аналогия права. Помимо мозаик, которые как хаврун покрывают стены и слуги, есть отдельные мозаики. Мозаики иконостаса и пилотов. Набраны в Академии Художеств. Другой мастерской и другим прямым способом. Прямым римским способом. Сейчас мы постараемся подойти к северу. Внимать на мясо к северу утром. Сейчас мы идем в северном морале. Адемия Художеств. Мы очень хорошо в этом. В начале северу и северу. Сейчас мы будем ждать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее иконостас, отделяющий главную часть храма Субтитры создавал DimaTorzok 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 Смальта выпала, проделала арматура, они были покрыты выхлопами, выставлены из новообразования, которые являлись на лазайке для таких сильных влажностей, то есть ее очищали, отрывали, меняли кусочки сварки разрушенные, очень сильно камень пострадал, таким же разрушенным фрагментом заменяли угол, а трещины завелли фоксидной смолой по цвет каусы, очень сильно был, конечно, очень. В итоге 27 лет реставрация шла, она еще не завершилась, как икона Эвриотов, Ксении, нужно восстанавливать хресты на иконостасию главную. В 2004 году его осветили, и он в 64-м году встречает церковь, и здесь проводят по воскресеньям службы по празднику, и дочь вам узнать, может быть, церковный лавр. Рядом на фотографиях вы можете посмотреть, как выводит какой-то реставрак, и под стеклом образцы изнутрианных, которые используют издательства при создании лазайки, или муалет. Если интересно, то посмотрите. Ну, вопрос, если какие-то возникли, пожалуйста, задавайте. Собираются, но когда я иду. Спасибо.